Об на доходящих выборах у Жлобини нагадуют шматлики рекламной щиты и в уличной растяжки. У Вогли город живет в звучайном ритме. До открытия новой вытворчести риктуется основное местовое предприятие, белорусский металлургический завод, стабильно працует социальная сфера. У Вогли жлобинчанам есть чем поравновать сегодняшнее становище у Тымлику из не таким уже далеким часом. Когда я в 1994 году, работая в школьной библиотеке, получала 13 долларов среднюю заработную плату, и могла купить одни туфли, и то из ненатуральной кожи, то сегодня, конечно, уровень и мой лично, и людей, которые работают рядом со мной, заметно вырос. Ситуацию у Гомли так само можно назвать спокойной и деловой. Кожный выборщик уже ведает, где будет находиться участок для голосования. У будинку 11-го детячего сада их, например, одразу два. 46-й выборщий участок будет находиться у музыкальной зале. Вот тут поставить кабины и урны для голосования. Справа столы для членов комиссии. А там, где зараз находится наша видеокамера, абсолютно место для назиральников. Правда, с уликом того, что это установка адукации, научальный процесс тут практически не спынется. Место для детерминового голосования будет находиться у иншем покое, а тому, предупрежденные раскладом занятки, будут припынены только один раз. Когда у нас образовалась комиссия, всюду озвучили, что в данный период идет работа по спискам, уточнение списков, поэтому люди без проблем пускают. Списы выборщиков складались в этом году, але навык за невеликий адресок часу ситуация изменилась. Некто уступил у штуп и переехал на новое место жихарства, некто пободавал новое жилье. Члены комиссии повинны удокладнить списы и еще раз запросить людей на выборы. Гомельчанка Светлана Громыка обещает прийти обовязкова. Кажа удел у выборщей кампании проймала с самого початку и лечить это своим грамадянским обовязком. Приходили, собирали подписи, мы оставили свои подписи за кандидата. Наша семья уже, можно сказать, определилась. 11-й обязательно, конечно, мы придем. Это естественно, это не обсуждается, мы обязательно придем всей семьей, муж, я, сын.